привет девчонки привет мальчишки привет youtube привет все мои подписчики с вами вновь карина добро пожаловать на мой канал сегодня 7 мая и я хочу поблагодарить своих подписчиков оказывается многие из них до сих пор сидят и ждут мои пустые баночки я почему-то подумала о том что видео достаточно распространенное и есть на многих каналах данные видео и сижу уже так задумался может пропустить какой-то месяц и не снимать оказывается мои подписчики меня поторопили и сказали что на дворе уже вот несколько дней мая прошло а мы до сих пор не увидели апрельские пустые баночки что же у меня там закончилось и конечно же я учту свой недостаток я называю это недостатком одна из девочек которые меня смотрят сделала замечание ну не замечание а может быть такое наставление и я учту это наставление когда я перечисляла пустые баночки в очередном закончившимся месяце я про многие баночки как-то так сказала ну вот про это я говорила в том-то видео вот про это я говорила там в том-то видео и мне просто вот так написали что я говорит начала вас смотреть только вот с этого видео и поэтому я не знаю что вы там говорили про тот или иной продукт поэтому оповещайте я думала что будет знаете масло масляное если я показываю очередную баночку которая была и в прошлом месяце думаю что про нее рассказывать то оказалось вот оно как что если кто-то начинает смотреть именно вот сегодняшнего видео и они хотят увидеть полный обзор поэтому прошу прощение у постоянных подписчиков если я буду повторяться в каких-то баночках и конечно же я это буду делать на благо тех людей которые только вот подписались на меня и или которые только впервые меня смотрят думаю все меня поняли потому что столько наторобанила поэтому приступим к пустым баночкам апреля все что у меня закончилось надеюсь я вам буду полезной постараюсь рассказать ну максимально подробно и и все свои ощущения которые у меня были начну наверное обзор средств которые я использовала для кухни для хозяйственных нужд для стирки очередная бутылочка ласки для цветного закончилась я уже показывала в прошлом видео что я использовала еще для цветного кокосай называется красненькая бутылочка для цветного я как-то вот стараюсь брать жидкие средства не знаю почему иногда бывает так что может быть напор воды какой-то маленький или я как-то не тот выбрала иногда бывают комочки стирального порошка остаются вот в отсеке а жидкое средство все-таки быстрее растворяется я довольно лаской как-то вот подсела на нее и давно пользуюсь нареканий у меня к ней не возникает что касаемо цены ну цена достаточно приемлемая бывает так что я успеваю урвать даже по каким-то скидкам в супермаркетах данное средство со скидкой достаточно хороший если она стоит где-то может быть в пределах там 150 рублей 100 70 в таких вот расценках тут я даже в перекрестке отхватила аж за 100 рублей такую бутылку была безумно рада так что могу посоветовать для цветного белья жидкое средство ласка все-таки пока меня не подводила дальше для стирки девчонки будете меня ругать но она просто была у меня в запасе не могла я ее не не доиспользовать до использовала я все-таки ваниш пятновыводитель жидкий для цветного вот беру розовенький и конечно же я помню мои дорогие то что вы мне дали наводку фикс прайсе пятновыводитель и отбеливатель хороший достаточно но у меня пока не было такой возможности чтобы что-то всего такого набрать чтобы в сумках потом довести это поэтому вот доиспользовала и теперь я понесусь фикс прайс за пятновыводителем из фикс прайса так и и и и и закончилась бутылочка с мистером пропером у меня была желтой крышечкой вот теперь с голубой я до конца использовала посоветую такое средство действительно неплохое я использую для мытья полов добавляю ведро с водой могу уверить что на линолеуме не остается разводов насухо потом вытирать ничего не надо просто пол высыхает и достаточно приятный запах в комнате стоит но не долгое конечно время это не освежитель воздуха но мне нравится такое средство и маме посоветовала и могу сказать что теперь это средство выходит еще с пометочкой амбипюр то есть там еще более терпкий такой освежитель содержится наверное более концентрированный пока не пробовала не могу ничего сказать так что вот закончилась выбрасываю кухонные средства это у меня закончилась уход за кожей рукой ногтями 100 рецептов красоты мыло оливковое вот такое у меня на кухне стояла все таки не каждый раз мы бегаем в ванну и моем руки для кухни когда готовишь самое то сразу помыть ручки марка 100 рецептов красоты опять не подвела меня бюджетное средство приятное мыло и ощущение на коже тоже приятные посоветую и еще одно мыло для рук который у меня стояла в ванной комнате от organic shop это мыло для рук увлажняющая с органическим экстрактом жасмина и мятой приятное мыло не сушит кожу достаточно большой объем 500 миллилитров с помпой как я люблю чтобы выдавливать просто на руку цена этого мыло было вот я даже стирала вот здесь вот маркер 90 рублей то есть достаточно недорогое для такого-то объема но я назвала бы один раз единственный недостаток который был у этого мыло те кто помнит раньше было очень распространенное средство для лечения простуды это мазь гавкамэн когда мы мазали вот нос переносицу и даже когда у нас была сильная простуда помню в школе мне даже мама натирала грудь и спину этой мазью согревающей вот почему-то вот здесь какая-то вот прям отдушка вот этого гавкамэна чувствуется то ли это также асмин пахнет и жасмин тоже разные бывают то ли это соединение жасмина с мятой такое дает но мне это напомнила мать гавкамэн поэтому что-то как-то вот наверное из-за этого запаха не очень хочется возвращаться к такому мылу а во всем остальном очень даже классно так и теперь переходим к средствам которые у меня закончились в ванной комнате это бальзам для волос опять же 100 рецептов красоты закончился бальзам для волос репейный тройной эффект это укрепление питание блеск для всех типов волос действительно все это выполняет и волосы становятся шелковистыми единственное почему я так долго его использовала я не каждый раз было голову с этим бальзамом поскольку я уже упоминала что я люблю чтобы прическа была пышнее и волосы были немножко пожестче поскольку у меня вот такая каскадная стрижка здесь же он больше подойдет для струящихся длинных волос одной длины волосы действительно будут струящимися блестящими и очень привлекательного вида и еще один бальзам у меня закончился шаума мне так полюбившийся я уже предупреждала что тюбик оставили прежним видимо новый выпуск товара либо какой-то старый был я уж не знаю что там обновилось у них но обязательно смотрите должно быть написано для хрупких и истонченных волос вот в таком бежевом флаконе мне очень нравится этот бальзам если я еще такое увижу конечно же я себе возьму так теперь перейдем гелен для душа у меня закончился эйвон из серии сенсис это аромат тайны с ароматом гордыни жасмина персика и ванили увлажняющий крем гель для душа он у меня был такого нежно розового цвета приятно пахнет но опять же моё но поскольку многие многие мои подписчики да и просто зрители каналов на youtube говорят что блогеры очень уж сильно нахваливают продукты такое чувство что они накупили и все то у них классное все суперское я назову конечно же недостаток данного геля расход у меня не уж очень экономный сразу покажу второй гель для душа репети марселье вот здесь более экономный гель для душа и расход геля требуется меньше чем в эйвоне но приятный запах кожу не сушит недостаток только в расходе все таки взяла опять мой любимый цветок апельсинового дерева хотя мои любимые девчонки которых я смотрю на ю тубе советовали и другие гели но не смогла я взять другие поскольку уж очень они более сладкий запах имели вернулась все таки вот к такому цветочному вот этому я гелю не изменяю так ногти и умывание лица привели к следующим пустым баночкам это жидкость для снятия лака ласка была она у меня вот такая вот маленькая в экономичном варианте закончилась это диски ватные косметические но я думаю не только у блогеров но и каждая женщина наверное в конце месяца вот такая-то упаковочка да будет идти на выброс и очищающий гель мусс для умывания это планета органика вот такой флакон я брала идет для всех типов кожи это органическое масло миндаля ветивера и масло цветков апельсинового дерева густое средство приятно пахнет хорошо очищает кожу но я не буду исключением и назову недостаток который уже называли девочки блогеры на ю тубе это вот это открывашка я ее называю открывашкой сколько тут не дави уж очень плохо вот отсюда выдавливается данный гель поэтому что-то там не проработали в данной фирме и флакон оставляет желать лучшего в остальном же все прекрасно из фикс прайса очередной флакон пены для бритья закончился на выброс пена неплохая ну разве что все таки немножечко подсушивает кожу в отличие от других марок а в целом очень даже неплохая так из пробничков один вот такой пробничек крема закончился попробовала который был прикреплен в журнале моем любимым домашний очаг это крем для рук комплексный невея облепиха и витамин е крем прекрасный очень жирненький но при этом хорошо впитывается те кто увидят полноразмерный вариант посоветую взять кожу рук увлажняет на ура и это я поняла только по одному пробнику и напоследок я думаю что меня не забросают тухлыми помидорами или камнями что я затрону такую интимную тему как гигиена женщины это ежедневные женские прокладки я брала вот такую вот серию натали вот такая зелененькая упаковочка уголочки здесь мягкие как хлопок девчонки могу сказать что натали выпускает неплохие прокладки ежедневные но посоветовала бы из серии натали брать прокладки которые идут по моему с персиком там такая оранжевая упаковочка вот все остальные которые как-то мне попадаются очень уж мягкая целлюлоза набита в самой прокладки поэтому она даже вот скатывается в комочки думаю что женщина будет полезно узнать данную информацию ну вот на этом и все еще раз спасибо девчонки что поторопили меня с пустыми баночками спасибо что вам нравится это видео спасибо что смотрите мой канал пока пока